Я решил наконец-таки просветить вас о самых достойных, самых туристических городах Германии, о которых вообще не имели понятия, но наконец-то, наконец-то вы о них узнаете. Какое счастье, никто до сих пор почему-то не создавал такой список 10 самых лучших, самых пушечных и достойных городов Германии. Может, поздороваешься? А, да, всем guten Tag, конечно, разумеется. Вот вы знаете то, что большинство людей путешествуют по всяким там Мюнхенам, Берлинам, Кёльнам, Дюссельдорфам, вообще странные люди, но мы все знаем, что они были разбомблены, и это вообще не то. Интересует конкретно сказка, сохранившиеся, оригинальные, неразбомбленные, истинные, средневековые немецкие городки, которые мы видим в кино, вот Нарния, понимаете, вот Гарри Поттер, вот такое, и об этом будет речь. Я давно хотел о них рассказать, обнаружил, что почти никто не знает об их существовании вообще, поэтому начинаем. На 10 месте у нас городок Марбург на западе Германии, там все как мы любим, то есть там наверху стоит такой шикарный дворец, у подножья горы фахверковый городок, выглядывают такие башни и шпили церкви. Самый первый, самый старый готической церкви Германии, то есть все знают там, типа Кёльнский собор, правильно я говорю, на самом деле старше готики, чем церковь Елизаветы в Марбурге вообще в Германии нет. Кёльнский собор просто отсыхает рядом с ней, и он вообще нифига не старый, ну по большей своей части. Он, конечно, тоже интересный, но это вообще сейчас не о том, мы говорим об оригинальности и подлинности. Также там офигенный такой сказочный, как в Гарри Поттере университет, называется Филлипс Университет, но не потому что он компанией Филлипс, а потому что его основал некий Филипп, первый великодушный, еще полтысячи лет назад, поэтому это университет Филиппа, вот так, но он читается как Филлипс Университет. Поэтому в Марбург обязательно, если вы приехали в какой-нибудь Франкфурт, там на майне, прилетели на самолете, как все это делают, обязательно в Марбург вам на день как минимум стоит съездить, очень советую. На девятом месте я поставил, да, кстати, покажу по-немецки, немцы же немножко иначе цифры показывают, мы бы показали 9 вот так, а немцы покажут 9, развернут руки и загнут мизинец, вот так они показывают 9. И это у нас город Хайдельберг, или как по-русски принято говорить Гейдельберг, но это неправильно, конечно, наверное, потому что наши туристы думают, что у нас тут Европа, толерантность там и прочее, но нет, он Хайдельберг и совсем не гей, вот так. Что в нем особенного? Он невероятно живописен, он так протянулся вдоль реки Некар, очень-очень живописная долина, там у него тоже наверху руины, прям вот над городом, дворца ренессансного, то есть там вообще путешествуешь, как будто ты попал в кино. Сам городок полностью сохранился, там, ну, он такой для фланирования, чтобы гулять, мост такой старинный, переход к этим воротам, там просто получаешь истинное удовольствие и иногда даже не верится, что все это настоящее и там типа не было восстановлено после войны, а война его вообще не затронула и он не такой уж и туристический, по крайней мере у русских туристов не сильно пользуется популярностью, там, наверное, в основном американцы, потому что там была их база американская. Почему, кстати, одну из, ты знал об этом, версии, почему Хайдельберг-то не разбомбили, а должны были, тоже стратегически важный был город, говорят, потому что там была база американская, они просто замолвили словечко, сказали, что-то нам тут комфортно, красиво, смотри, он речка, красота, давай не будем бомбить, оставим. И поэтому, вероятно, поэтому Хайдельберг так и сохранился. Правильно ты сказал, кстати, университет в Хайдельберге, там внутри, в ауле, это типа актовый зал по-нашему, там такие интерьеры, ренессанс, прям так, ну сидишь, ощущаешь, что ты в кино, вот прям я завидую тем, кто там учится. Я вот учился в Дрездене, а не в Хайдельберге, а в Дрездене не сохранились старые помещения университета так хорошо, поэтому туда тоже можно сходить, там вход свободный, по-моему, в определенные дни. Очень советую Хайдельберг. И я, кстати, забыл сказать, кто я такой вообще, сижу тут разглагольствую о Германии, мол, слушайте меня, да, но многие не знают, что, да, я вообще-то местный житель и живу в Германии уже давно, и типа местный гид, это моя работа, все, о чем я говорю, я исследовал, бывал там лично, так что вообще отвечаю за каждое слово. У нас на восьмом месте, это по-немецки, вот мне подсказывает оператор, потому что у него лучше получается, подожди, вот так, вот так немцы покажут восьмое место, да, это северный немецкий городок Люнебург, Люнебург, ты там был? Люнебург, это такой краснокирпичный средневековый немецкий северный городок, то есть если остальные, они такие более южные, универсальные, то здесь именно такое, знаете, атмосфера севера, такой туман и прочее, уют, особенно тогда хорошо в зимнюю погоду, в Люнебург, потому что он весь сохранился, и вот когда сырость с этим кирпичом сочетается, очень атмосферно, красиво смотрится, там прекрасные улочки, вот эти старинные, средневековые, особенная своя архитектура, готика северная, кирпичная, и, конечно, шикарная ратуша готическая сохранилась, считается, что это единственная вообще в Германии ратуша, где сохранилась исконная первая готический зал заседаний, где еще был совет, Люнебург в свое время был один из богатейших городов вообще в Священной Римской империи, там ребята разбогатели на добыче соли, а потом соль закончилась, и теперь там нифига нет денег, и туристов тоже нет, и они живут просто за бюджет этой земли, далеко от Гамбурга, поэтому Люнебург, только посмейте побывать на севере Германии и побывать в Люнебурге, найду. Следующий у нас номер 7, сейчас, подожди, я быстро смогу, вот так, это Потсдам, о нем вы точно слышали, наверное, большинство людей о нем слышало, это под Берлина. Берлина? Берлина? Что за Берлина? Под Берлином? Потсдам, чем особенным? Ну, на самом деле, он тут немножко неуместен в этом списке, потому что все-таки его бомбили, он единственный, и тем не менее, он настолько хорош, там настолько шикарны эти дворцы, и они по большей части все сохранились, несмотря на то, что город частично был уничтожен, что все-таки это достойно этого списка, и не посмотреть на Потсдамские прусские дворцы, ну, нельзя, это тоже некий эталон, тоже особенность, и там такого, как Сан-Суси, нет нигде, даже во Франции. То есть, это была фишка, это была такая некая фалометрия, когда Фридрих Великий Прусский хотел, это не мат, Фридрих Прусский хотел доказать версальским французским правителям, что, смотрите, мы тоже можем, как бы, вот вы вот делаете завитушки вот так, а я прям вот так их закрутил, и прям еще сверху вот так посыпал, и прям вообще ни у кого такого нет. Поэтому передается очень неплохо, и там прогулки, там парки, Потсдам очень достоин, нельзя не включить его в этот список, обязательно, плюс там еще шикарный Глиникский мост, шпионский мост, знаешь, эту тему? Даже фильм про это снимали, фильм дебильный, конечно, абсолютно не соответствует правде, но атмосфера передается, где обменивались шпионами между Восточной Германией и всеми этими западными суровыми капиталистами. Интересный мост, поэтому советую. Том Хэнк сыграл, да? Да, там Том Хэнк сыграл, продажная сволочь. Но можете посмотреть фильм, он передает шикарную атмосферу, и сразу хочется побывать на этом месте, и если в Берлине вдруг и вам скучно, что, кстати, странно, в Берлине всегда весело, то обязательно езжайте в Потсдам, да, и там именно красота старинная. В Берлине, к сожалению, практически нет вот этой старинной красоты, чтобы пройтись, подумать, что, вау, посмотрите, как люди раньше-то строили, а вот сейчас-то. Вот это Потсдам больше, Берлин, нет, не про это. Следующее место, номер, тихо-тихо, шесть. Подожди, нет, вот так немец покажет, да, правильно, он вот так покажет шесть. Это у нас, я поставил, спорный момент. Тут два одинаковых города. Это либо Ротенбург на Таубере, то есть есть разные Ротенбурги, нельзя их путать, а есть Ротенбург на Таубере. Он очень известный, всегда вот эти инстаграмные фоточки оттуда, знаете, где вот этот проход на Зибе-100, такие ворота, и они расходятся в разные стороны, такой фахверковый домик стоит. Это супер сказочно, ну просто Ротенбург в этом плане по степени такой мультяшности, вот этих крыш, как шляпки гномиков, вот этой всей милоты, он прям вот, прям зашкаливает, прям очень сильно, очень сильно. Но недалеко оттуда есть тоже такой довольно сказочный городок Тюбинген, и почему я его сюда привлек, на самом деле, наверное, Ротенбург поинтересней, но вот факт, что Ротенбург чуть-чуть, с краю, как бы, с краю, где стена крепостная, все-таки американцы по ошибке разбомбили, они типа летели там на одну стратегическую точку, но перепутали, перепутали и, ну, сбросили бомбы. Типа, миссия выполнена, все нормально, ребята, а потом узнали то, что они на супер старинный офигенный средневековый город сбросили, который действительно на тот момент был невинный. В отличие от Дрездена, многие думают, что Дрезден был невинный, это неправда, но об этом будет другое видео в другой раз. Вот Ротенбург был капец невинный, его немножко расфигачили, но американцы почувствовали себя супер виноватыми и вложили такое бабло в восстановление всего этого, что везде теперь таблички вдоль стены, что вот такой американец здесь пожертвовал бабло и там и тут, и сделали его просто конфеткой, ну, просто вообще. Тем более, основная старинная часть, где туристы гуляют, она сохранилась, все-таки чуть-чуть бомбы вот не долетели. Поэтому Ротенбург, наверное. Но так как люди будут жаловаться и писать в комментариях, что Тюбинген тоже зашибись, что ты про Тюбинген забыл, на самом деле таких городов, как Тюбинген, миллиард в Европе вообще дофига, вон в Альзас какой-нибудь съездите во Франции. То есть Тюбинген нам так не удивишь, как Ротенбургам. Следующий, следующий у нас по списку, номер пять, видите, он толерантная пятерка. Ну, по-русски вот так пятерка, а по-небесски так. Интересно, почему? Наверное, русские, они сразу доверяют, говорят, давай, братан, держи пятюню, а немцы типа, что ты, личное пространство не это. Да, соблюдай. Поэтому пять. Это у нас, вот это, вот это сейчас будет бомба. Это Герлиц. И большинство сейчас, наверное, что я вообще не слышал, что за Герлиц, типа, да, вообще, что это за, и звучит как дебильно, Герлиц, вообще не это. Типа, где ты был, да? А где ты вернулся из отпуска? Я, я вот был в Монако. Монако. А ты где? А я в Мюнхене на Октоберфесте. А ты где? В Герлице. Вообще не вставляет. Да. Но вот тут-то и пролетели все эти с Монако, вот эти с Октоберфестом, потому что Герлиц, это оно, вот это оно. Перечисляю. У них там, во-первых, все настолько сохранилось, что ты думаешь, что это театральная кулиса. Вот прям выстроили, как будто павильон голливудский выставили. И вот так там ходишь. При этом народу практически нет, никаких туристов нет, цены низкие сразу, потому что там граница с Польшей рядом, то есть там так город поделен, по нему речка течет, Найсе, по-моему, ее называют, но неважно. И это и есть граница, то есть на одной половине это Польша, а другая половина это Германия. И та половина, что суперкрасивая и старинная, это Германия. А та, что польская, она такая панельная, унылая и серая. И очень забавно стоять среди красоты и старины, там типа у тебя готика, тут барон. Рокко, Ренессанс, и ты смотришь, там панелька выгляда, это Польша вон. И все перебегают туда сигареты покупать обычно, там бензин дешевле и прочее. Пиво тоже дешевле, ну качество похуже все-таки, я пробовал. Все-таки на немецкой стороне поприкольнее пиво. Но там настолько передается атмосфера. И так как там действительно снимали все голливудские фильмы немецкие, ну не все, но очень много, большинство голливудских фильмов, что снимали в Германии, на территории Германии, снимали именно в Герлице. Потому что он, во-первых, идеально сохранился, там цены дешевые, и там нет населения, оно убывает, оно уходит, там безработица конкретная, потому что на границе с Польшей делать, видать, им нефига, кроме как там бодяжить чем-то там, барыжить. Поэтому, да, с населением проблемки. Но из-за этого ты ходишь и ты не веришь, что это настоящее. Вот настолько оно еще вылизанное такое. То есть там деньги есть, там очень интересная история, как город получил деньги за счет наследства одного тайного такого гражданина, который оставил огромное просто состояние городу после войны, чтобы на эти деньги восстанавливалось. Но это отдельная история, мы снимем про это отдельно, ну нельзя так взять и рассказать. И там, например, офигенно есть такая тюрьма старинная, такая красивая тоже, шикарная, в которой я лично был переводчиком, да, побывал, жизнь занесла нелегкая. Меня туда отправили переводчиком на опрос одного беженца русскоговорящего, тоже забавно было довольно, знаешь, среди такой красоты там фонтан, такая площадь, блин, такая, заходишь, думаешь, это что, типа тюрьма? Да, у него там условия обалденные просто. Он такой еще вышел, говорит, я тут просто что-то обед пропускаю, можно побыстрее? Я прям сидел, смотрю на этого инспектора, думаю, ты тоже это слышишь? Или, типа, это нормально у вас так принято? Ну, похоже, нормально. И мы там с ним, да, часа, наверное, три сидели, болтали, переводили. Условия вообще, то есть, это как в фильме «Хочу в тюрьму». Вот, вот, да, в такую тюрьму я попал. Поэтому Герлиц, там библиотека шикарная, тут такая фоточка библиотеки сохранилась. Там вот этот библейский дом уникальный, вообще нигде в Европе такого нет, где полностью на фасаде 16 века, как комиксы, все библейские сцены. Блин, это бомба, и все сохранилось. Ну, ладно, там про ресторанчики пива я уже молчу, это все само собой. Поэтому Герлиц или Сгожелец, да, по-польски? Ну, там много всего, мы снимем про него обязательно. Переходим к номеру, немцы показали бы так, четыре. Четыре, это у нас Бавария, Бавария. И вот все, когда слышат Бавария, сразу думают, сразу думают, Нойшвайнштайн, точнее, Нойшвайнштайн. Это неправильно, об этом я отдельно расскажу, почему неправильно. Там Мюнхен, типа Октоберфест. И все, вот это все, что вы знаете о Баварии. Вот реально, Бавария это самая крупная земля Германии. Самая богатая? Нет, самая богатая это Хессен. Хессен вот такой, массюсенький. Но так как там Центральный банк и там, в общем-то, все банки во Франкфурте, то Франкфурт, как говорили мне хессенцы, он портит всю статистику по Хессену. Все думают, что там все много зарабатывают. Но средняя зарплата из-за этого там самая высокая в Германии. Но самая, наверное, все-таки такая вот положительная, развитая, такая вся счастливая земля и самая крупная это Бавария. И несмотря на то, что все говорят, Бавария это не Германия, Бавария это Германия. Это Германия. Просто она такая хорошая Германия, где мало проблем. И вот что? И люди, вот как говорят про Баварию, да? Что вы там знаете? Знают только Мюнхен и Нойшванштейн. И БМВ, да. Но это в Мюнхене. Это понятно. И все. Хотя вообще-то там Ауди еще в Ингольштадте недалеко. Это уже, наверное, все. Это уже 80% не знает этого. Ингольштадт тоже старинный город. Но все это фигня, потому что из всех, то есть в Баварии огромное количество городов. Вот этот Ротенбург, он тоже на территории Баварии. Я бы выделил Регенсбург. Регенсбург. Почему? Регенсбург. Потому что все сохранилось. Старинный мост 12 века. Один из самых вообще старых в Европе. То есть он был... Он старше, чем Карлов мост на самом деле. В Праге, если кто не знает. Прагу, я думаю, все знают. И там, конечно, там офигенно вот эта сосисочная. Первый в истории старейший фастфуд в мире. Вот этот Вуст Кухль. Там одна семья уже 800 лет. Одна и та же семья передается с поколения в поколение. В одном и том же домике людям выдается вот эти сосиски. То есть они это изобрели, в принципе, вот так брать сосиску, давать с собой. Ты такой взял, а взял. Из отбросов. То есть это же еда, это отбросы, по сути. Это брат Вуст. Такой типа закрученные отбросы. Как-то так отсюда это происходит. И строители, там работяки всякие, которые мост этот строили, башни и прочее. Там какой-то залез хитрый мужик, говорит, давайте я вам сосиски хотя бы буду готовить. И вот как он начал этим строителям готовить сосиски, так по-прежнему оно и существует. Это очень мило. Там традиции очень любят, соблюдают. Там шикарные антикварные лавки и прочее. И Рейгенсбург достоин. То есть это прям, ну такой, как мы себе представляем, знаете, такой баварский, старинный городок с видами, с рекой. Рейгенсбург, кстати, переводится как типа дождевой город, дождеград, дождеград по-нашему. Примерно так. Ну что, переходим к следующему. Дорога лидеров. Номер три. С первого раза правильно показал. Это великолепный Мэйсон, о котором я могу бесконечно разговаривать. Или Майсон. То есть Мэйсон, Майсон, все постоянно спорят. Это та же история, что там Эйнштейн и Айнштайн. В оригинале Айнштайн, конечно же. Поэтому я говорю Мэйсон, потому что привыкли говорить Мэйсон. В русском языке исторически так сложилось, что Мэйсон, Мэйсонский фарфор и так далее. Что в нем особенного? Чем он отличается? Вот что в Мэйсоне такого, что вот во всей Европе такого нет? А речь идет сейчас именно о таких городах. Я там не размениваюсь на мелочи, вы сами понимаете. А там, ну настолько все идеально расположено. Настолько идеальные условия. Значит, смотрите. Готика обалденная там. Собор, шпили-вили. Вот все, как мы любим. Далее у нас там вино шикарное. Причем не как на Рейне и Мозеле, где в два раза дороже все, и толпа, и куча немецких пенсионеров сидит, и это вино вот так вот. А именно вы приходите, никого нет, и вам берут прямо на винодельческое умение. Да там везде это вино. В любой ресторанчик зайди, к любому винограднику подойди, тебе сразу раз так налили, попробовать. Все бесплатно, конечно, само собой. Никого нет. Вообще прекрасно. Так удобно. Вино прекрасное. Это, кстати, секретная такая долина виноделов. Многие не знают, что в Германии, еще и вот здесь, в Восточной, в Саксонии, есть винодельческое производство. Поэтому вино прекрасное. Особенно Гольд Рислинг. Советую Гольд Рислинг. Но об этом тоже снимем. Это все требует отдельных репортажей. То, что я вам сейчас рассказываю, это максимально кратко. Многим, да, такой, можно сказать, крэш-кус по самым офигенным городам. Он мне уже говорит, оператор, что, типа, 10 минут осталось. Поэтому, Мэйсон, фарфор, готика и вино. Если кто не знает мэйсонский фарфор, ребята, гуглим быстро. Это обязательно. Это невероятный атрибут роскоши, высоченного искусства. И его там производят уже больше 300 лет непрерывно. Представляете? Не смотря на все войны и революции. И это самая вообще ценная, серийная, произведимая продукция, что сегодня еще существует на планете Земля. Мэйсон обязательный. То есть, там даже бесполезно перечислять пивнушки, там, всю эту архитектуру, красоту. Мы даже про него снимали отдельное видео. Оно тут появится сразу. Смотрите, Мэйсон. Далее переходим. Номер 2. То есть, если бы меня спросили, Женя, посоветуй мне вот два самых офигенных города в Германии. Вот я нигде не был, пофиг. Забьем на все это. Но два города, где стоит посетить, чтобы я погрузился в сказку. Вот прям ощутил это. На втором месте у нас опять Бавария, блин. Опять Бавария, да, к сожалению. Это городок Бамберг. Но надо понимать, что Бавария не всегда была такой, как она сейчас. Вообще-то там земля есть. Франкония, которая почти пол Баварии занимает. Но Франкония стала Баварией. То есть, она была аннексирована Баварией. Так что теперь нет отдельной земли Франконии. Хотя Франкония была гораздо более властной, мощной, воительной и влиятельной, чем Бавария и все остальные вокруг местизятые. От Франконии, вообще-то, сегодня существует название страны Франция. Но это тоже отдельная история. Бамберг почему? Ну, потому что, во-первых, это самая вообще крупная по площади сохранившаяся историческая застройка в Германии. То есть, крупнее старого центра оригинального в Германии нет больше сегодня. То есть, тут даже бесполезно перечислять. Это просто старинный, офигенно красивый, живописный город. Там у них собор вот этот бамберский. Он еще до-готический, еще древнее. Полностью сохранился громадный. Там и архитектура, блин, и пиво. Самые крутые, наверное, антикварные магазины, мне кажется, в Бамберге сейчас. Там это очень развито. Оркестр, да, вот у нас культуролог здесь стоит, оператор. Оркестр бамберский. Ну, там все очень серьезно. То есть, Бамберг, если ты просто хочешь, вот думаешь, так, вот, что бы мне увидеть такое вот прям немецкое, как я себе представляю, как вот дети себе представляют такую сказку. Не это даст из фантастики, что там порнуха и Гитлер, а в хорошем смысле немецкую сказку. Это Бамберг. Он в этом плане идеален. Ну, и, конечно, переходим на первое место. Ой, вот так, да? Блин, немцы вот так показывают. Я уже не могу к этому привыкнуть, как давно. Если бы меня спросили, Женя, ну, давай так, один город. Вот просто один город, вот ты как специалист, который все объездил, который тут выпендривается, там, типа, все знает, разбирается и прочее. Самый стоящий город Германии. Самый стоящий. Большинство, наверное, говорили бы Мюнхен, потому что он олицетворяет, типа, стереотипную Германию. Ну, Берлин, это, понимаешь, настолько спорно, сложно сказать. То есть, ну, люди не знают, они не понимают, о чем говорят. Потому что не было, ты не можешь сказать, не можешь взять Германию, всю страну, которая существует, как одна страна, всего 30 лет. Вы понимаете? До этого не было такой страны, как я уже много раз объяснял. Это были разные совершенно страны, такое лоскутное одеяло просто. И они друг с другом всю немецкую историю воевали. То есть, суть вообще, основная красная линия немецкой истории, это войны немцев с немцами. И поэтому, когда вы говорите, вы можете сказать, например, какой лучший город Саксонии, вот где я нахожусь сейчас в Дрездене. Я бы сказал, да, вот Мейсон точно в Саксонии на первом месте там. Или, если, например, вообще Гамбург, это и есть город-земля. То есть, этот город был отдельной стороной, он был имперский город. Так же, как и Рейгенсбург, кстати. Еще некоторые, которые называли, они тоже были имперскими. Люненбург, по-моему, тоже. То есть, они имели право вообще никому не подчиняться. То есть, ты заходишь, стену города вот так прошел, все, ты в другой стороне, здесь свои законы, свои правила. И как ты можешь взять и объединить все это, сказать, во всей Германии. Но я это сделал, несмотря на то, что это мавитон, вообще нельзя так делать. И самый стоящий, неповторимый, уникальный, который вот просто, я бы сказал, вот округлим просто до всей Европы. В Германии я бы выделил Кведленбург и Вернигорода. Почему вместе? Потому что это почти одно. Там Кведленбург, маленький городок, и там что-то 15 минут езды, и от него Вернигорода, как его продолжение. Это просто бомба. Ну просто, я не верю, что найдется человек, который будет гулять по Кведленбургу в сумерках. И такой, типа, ну и что, о чем здесь, типа. Ну разве что те, кто реально не любят старину. Вот кого... Ну там такая атмосфера, что она давит на тебя. Ты не можешь отключиться и думать, там, не знаю, о каких-то, там, не знаю, современных явлениях цивилизации. Там о том, что, не, я люблю стильно, когда там стекла в пол, там, небоскребы. Там так на тебя давит атмосфера, что, ну ты хочешь, не хочешь, начинаешь верить в каких-то ведьм, там, блин, каких-то вампиров каких-то. С ума сойти. Почему? Что особенного именно в Кведленбурге? Это город, где сохранилось самое большое количество фахверковых домиков. А все мы обожаем фахверк. То есть фахверк – это бомба, это пушка, это то, что всегда взрывает, на всех работает. И в кино всегда показывают фахверк, всегда когда старую Европу показывают, и все дети любят фахверк. Ну и вообще, блин, почему бы не погрузиться в эту сказку, немножко там не погулять. Плюс Кведленбург и Вернигерода, я буду так говорить, хоть это и два разных городка, но ты не можешь съездить в Кведленбург и не заехать в Вернигерода. Вернигерода, он такой фахверковый, охренительный, там ратуша, стоит уже 500 лет без изменений, со своими двумя вот этими вот шпилями, вилями. Такого не бывает. Обычно, когда вы видите вот эти шпили, они точно, когда-то их ломали, рушили, там пожар был, что-то с ними происходило, перестраивали, а они так и стоят. Ты думаешь, ну офигеть, это же обычно так делают в кино, или так делают там в эпоху романтизма, когда вдруг хотели имитировать средневековье. Нет, там все оригинальное. И когда ты гуляешь, ну не веришь в это все, что оно настоящее. И там действительно везде только фахверк, куда ни посмотришь. И он такой еще немецкий, такой аккуратный, такой прям, не как в Эльзасе, где оно уже вот такое сейчас выпадет, уже кусок отвалится сейчас. Но там зато сидят французы и типа, а что, жизнь такова, сэ ля ви, и мы вообще нам пофиг, тут на него падает фахверк. Не, у немцев четко. И это вот передает, это интересно, понимаете. Поэтому Кведленбург, к тому же там наверху огромное аббатство, вот это в этом романском стиле, тоже до-готическое, если туда подняться. Куда ни посмотришь, такая красота, и тоже народу нет. Вот вы слышали о Кведленбурге? Вот опять же вот эта тема. Вернулся с путешествия, да, куда-нибудь в Москву. А где ты был? А ты где был, да? В Кведленбурге. Типа, что? Че? Че ты сказал? А верни Геруаде, че ты сказал? Ну, да, вы должны с этим смириться. К сожалению, немецкий язык не такой звучный, не такой стильный, не такой модный. Но офигенно инстаграмный в данном случае. Поэтому доверьтесь просто мне. Доверьтесь мне. Это вот было мое первое место. И вот он наш список. Список просто топ-10 заключения. Если вдруг вы со мной не согласны, конечно, пишите. Я прям отвечу. Докажу, что вы не правы, а мой список верный. Мой список самый офигенный. Список не Шиндлера, а Евгиндлера. Как-то так. Это мой список. Он уникальный, он самый лучший. Я его долго прорабатывал. Я везде там побывал абсолютно. И много где еще я бывал. Поэтому вперед путешествуйте. Спорьте со мной. Ну или соглашайтесь. А мы по пивку. А мы, как всегда, по пивку. Давай уже наливай, блин. Давай. Я тут не выпил ни разу.